В Екатеринбурге Кировская районная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Кировский федеральный районный суд материалы уголовного дела двух родителей, по вине которых в пожаре погибли трое маленьких детей – двухлетняя девочка и ее братья, трех и пяти лет от роду. Вменяется обоим родителям 109-я УК причинение смерти по неосторожности. Речь идет о громком в свое время резонансном пожаре на Сиреневом бульваре 7. Дело было 18 февраля текущего года в прощенное воскресенье. По данным следствия, в период с 4 до 6 часов пополудня, но уже в потьмах, в седьмой однокомнатной квартире на первом этаже бухали 30-летняя мать троих детей, ее 28-летний сожитель и их подружка. Видимо, отмечали масленицу и так надубасились, что посредь бела дня все трое уснули. А маленькие детишки тем временем в юго-западном углу комнаты, где лежали игрушки, играли, но не игрушками, а спичками. А ведь давно известно, что спички детям не игрушка. Дабы не быть голословным, процитирую официальный пресс-релиз прокуратуры. Обвиняемые, проявив преступную небрежность, достоверно зная, что в квартире в свободном доступе для детей находятся зажигалки, использование которых может привести к возникновению источника открытого огня, а один из детей ранее поджигал при помощи зажигалки, находящейся в квартире предметы, уснули. Тем самым они оставили своих малолетних детей без присмотра и надзора. Согласно заключению экспертов, технической причиной возникновения пожара послужило тепловое воздействие источника открытого огня, пламя спички, зажигалки и ТП, на сгораемые материалы, расположенные в очаге пожара. По версии следствия, один из малолетних детей использовал источник открытого огня, в результате воздействия которого на предметы, расположенные в юго-западном углу комнаты, произошло возгорание квартиры. В результате возгорания квартиры трое малолетних детей получили острое отравление окисью углерода. Мальчик 15-го года рождения и девочка 16-го года рождения скончались на месте происшествия. Также из квартиры был вынесен мальчик 13-го года рождения, однако он в машине скорой помощи скончался. Конец цитаты. Это если сухими словами, но есть и эмоции, которые тогда в феврале по горячим следам убийственного пожара привнесла соседка Погорельцев, которая рассказала, что дети погибли, а все трое спящих взрослых спаслись. Мать детей и ее подругу вынесли пожарные, а вот бухой сожитель сам выпрыгнул с балкона в снег в одних трусах, а спавшего с ним на диване трехлетнего мальчишку с собой почему-то не взял. Однокомнатные эти квартиры, они микроскопические. У нас с ними зеркальная квартира, то есть мы одинаковые. И когда я вот так развожу руки, я попадаю в соседа. Соседа. Любого человека, который находится рядом. А вчера следователь рассказала, что они спали с ребенком, со вторым, со средним, на одном диване. Муж, ну, папа. Но папа его не взял с собой. Он просто выпрыгнул в окно. Меня, когда я спустилась, меня это прямо, вот мне рассказали, когда я вышла из подъезда, соседка с 16-й квартиры, что он просто выпрыгнул и все. Он стоял, кричал, помогите там, дети. Нет, чтобы спрести всех там сразу. Так выкинул бы их из балкона. Ну, сломали бы они себе ребра, ноги, но они бы живо остались. Матери погибших детей и ее сожителю вменили 109-ю УК. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В пиковом случае до 4-х лет зоны. Ждем приговора. Причинение смерти по неосторожности.